стики зараз у вас людей вообще плюс-минус японцы кстати одни из первых были серьезно ясно а вот нормально и он мискары используем это одно из лучших аркады соски это тоже на строю всем привет друзья витаю вас в черном выпуске нашего блога и сегодня у нас в гостях дуже цикавий персонаж не цикавих у нас не бывает сегодня мы поговорим про грузинский легион в украине друзей ну что я хочу вам представить у нас сьогодні гостях мамука малашвілі засновник грузинского легиону в украине чему саме в украине вирішили працювати саме створити цей легион тому що багато багато не чули багато чули і таки мене зразу питають це інтернаціональний легион короняне це грузинский легион от питання чому звідки воно ну перечередь я хочу сказать что украина как страна уже установила свой военный стандарт вот и здесь огромный опыт разных стран мира то что касается грузинского легиона почему именно украине украина стратегический партнер грузии украина взаимодействовала исторически с грузией у нас очень тесные связи так что в 90-х годах ты знаешь чтобы грузия была первая которая практически подверглась российской агрессии украинцы были единственные кто приехал и помог нам я тогда участвовал в том конфликте для меня это я наскільки знаю 14 рокер да как раз нас из окружения как раз пытались вывести то есть прорвать кольцо окружение украинцы и тогда вот я помню вообще слова украинцы потому что я даже маленьком возрасте не знал кто это что за люди все что я знал что это люди которые нам помогают и то что меня спровоцировала создать грузинский легион это было то же самое слово украине там начались борьба за свободу да 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 и вот это был момент создания той солидарности грузинский легион создался вот в этот момент я помнил что это люди которые приехали нам помогать на они больше ничего не знал вот и в одна секунда спровоцировала создание грузинского легиона в принципе чуть-чуть для нашей кино аудитории кино даешь то я делаю я вот вот я к часто можешь позволить и собеседнике надо взять и скажу для меня это единственный момент когда я снимаю себя от стресса потому что я никогда в жизни не пробовал алкоголь я никогда не пробовал наркотики и вот этот момент общиться вот этот момент для меня то что я просто как на какой другой планете я посмотрю в основном фильме фантастики которые происходят такие вещи не могут произойти для меня это просто перенос мозга какое-то другое измерение вот и для меня это отдых просто ну бывают моменты когда у меня как как у меня есть свободное время что-то себе включаю и засыпаю кстати только под фильм я не могу спать у меня проблем со сном в основном фантастика в основном фантастика да я не люблю драматические фильмы потому что ну это мы видим ежедневно в жизни это настолько надоело что мне хочется что-то сверхъестественное посмотреть все круто все правильно ты знаешь вот это зараз выникает что-то вопрос я типа какие кино снимать после победы снимать там драмы жесткие и так далее люди не хотят типа люди делятся новин и они не едят из всего и они хотят двигаться я думаю что очень популярны будут комедии после войны это как в штатах после Великой депрессии вот так комедии популярны не только я думаю вот фильмы типа марвел про супергероя украинцев я думаю была бы очень хорошая история 22 лютого пару днів до войны я подписал контракт на виробництво фильма про украинского супергероя я девелопов три роки певтора року писал сценарий и певтора року забирали ми команду фінансування два мільйона доларів бюджет капитан украина цейсто на побудована история про журналіста багато хто знает про журналіста який борется с коррупцией и в результате потрапляет в магичные обставины магия трипильская культура ну дуже классная история это тот момент когда написал сценарий сказал вау классы я написал и все так друзей дуже важливый анонс я рекомендую вам всем пройти курс власника зброи де вас навчать користуватися всіма видами зброи і пояснять вам що таке зброя взагалі навіщо це вона потрібна і як не користуватися питання безпеки цивільної безпеки і ще паралельно можете пройти курс тактичної медицины бо це сьогодні реально дуже важливо живущий в украине в сей час нам треба вміти врятувати життя людям це реально дуже вам рекомендую я все це приходи особисто все дуже якісно академія цивільної безпеки си си будь ласка заходьте вся інформація в описанні кого це цікавить гарантую вам вам сподобається і це дуже корисно улюблений фільм мені говорили що любиш запах запах жінки запахи на 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 чипа же бать за риме мене не стал бачил якийсь хорошо сыграний фильм та це бабова історія типу багато хто любить до речі треба передиватись буде цей фільм давно бачив андрюха фільм цей давно подивись це я тобі рекомендую дуже класний фільм це про полковника відставці альпачіна грає полковника відставці сліпова да який ну відкривається під час цього фільму дуже круто і ростить покоління і та і там от як раз показано нове покоління як він передає це цю цю дашу і опит передає практическим неординарним методом як вас шукаєте людей в легіоні чи вони самі приходять? ми їх не шукаємо, вони приходять самі ми їх выбираємо з того що є приїжджає доволі опитний штат і з цього опитного штата ми выбираємо процентів 10 тому що нам во-первых в приоритеті в грузинському легіоні це человеческа життя щоб сохранити життя людина має бути професіоналом ми привлікаємо професіоналів і з професіоналів вибираємо всі лучших бойців це є наш принцип принцип чому у нас потери во-первых дуже мінімальні і це хлопці, які пройшли по кілька війн в основному це грузині тому що к житті нам довелося поучаствувати на всіх війнах після розвала Советського Союзу приєднувалися і іноземці чи українці іноземці начали присоединяться після того як ми війшли вже в офіційну ЗСУ тоді к нам приїхали первих три американці к нам присоединилися японці кстати одні з перших були серйозно японцево ого нічого украйна戦争 украйна戦争 実際にウクライナに来て ウクライナとロシアの関係が思ったより хілоїということが分かりました この戦争にウクライナが勝たなければ 今日本とロシアの関係が 既に悪化しているのに拍車をかけて このままロシアが日本に攻めてくることと思います そうですね 日本で言えば 北方領土と言えば 一番分かりやすいと思うんですけども 日本はあまりロシアに その北方領土を取られたというのは 分かっていても それを返してほしいというのは もうごくごく一部の人で 実際はそんなに返してほしいという気持ちは どうでもいい人が多いと思います もしロシアがウクライナに核攻撃したとしても 勝利はないと思います 逆にロシアの壊滅に 拍車をかけることになります そうですね ウクライナを助けるためには このままどんどん 継続的に軍事支援 人道支援なり できる限りのことは全て ウクライナにやってほしいと思います それが全て世界の平和につながると思います ですね うん ここで Ну, деякі пацаны говорять, що, ну, якщо б я шел в бій, я б взял там краще хорошую амуніцию и АК, чем там арку, типа, наприклад. Арка чи АК? Арка, конечно. Мы SCAR используем, это одно из лучших оружий практически. А, SCAR, это, это точно. Практически весь Грузинский легион вооружен SCAR. Сравнивать SCAR, ну, просто абсурдно. Та не, ну, понятно. Это совсем разные системы, взагалі. Ну, SCAR, ребята, ну, мы покажем вам сейчас, что такое SCAR. Да, так что, в принципе, вот мы несколько раз перевооружались, скажем так, переходили с одного вооружения на другое. Сегодня в Грузинском легионе практически установлен свой стандарт. Есть уже профессиональные группы, и мы полностью перешли на натовское вооружение. Супер. А вот є яка специфика у вас в легионе, наприклад, ну, вот между Грузинами, вы, наприклад, маєте який свист сленг, який в радиоэфире використовуєте? Да, конечно. В Грузинском есть несколько диалектов. О, круто. Да, и диалекты, которые я сам не понимаю. А у нас тоже есть. У нас закарпатский, ягодсульский, да, типа, украинцы центральной Украины, такие, типа... Нет, вы там можете ухватывать слова, у нас абсолютно различные другие языки. То есть алфавит грузинский, есть суанский язык, есть мегрельский язык. Охигеть. А сколько у вас людей зараз вообще? Плюс-минус, типа... До 2000. До 2000. Ого, нормальный регион. Ребята, это серьезная структура уже. Скажи, будь ласка, как ты взагалі 24 лютого застрял? Мы были готовы, в принципе, сказать, что мы были готовы физически, я имею в виду вооружение, мы не были готовы. Мы были ментально к этому готовы, потому что я был уверен, что война начнется. Кстати, к нам 23-го приехал в Шампен, и он сказал... Да, то есть он должен был 24-го к нам приехать, он был в гостинице. И в телефонном разговоре я ему сказал, что 24-го не будет. Так что приходи и говорю сейчас. Это вечер. И он говорит, блин, я завтра приеду. И его помощница с утром звонит, говорит, что он срочно уехал. С утра. То есть я и предупредил, что мы уже практически в Гостомеле были. Капец. Да, но для нас это тоже был сюрреализм, потому что... Еще нам, мы на цивильных машинах, нас предупредили не ставить машины близко друг к другу, меня это уже удивило. Ага. Потому что мы не были в курсе, что... Что и двадцать, да. Практически так близко к Киеву, для нас это было очень удивительно. Потом ребята начали шутить, не нужно ездить там 600 км на работу сейчас. Все рядом. Да. Работа сама приехала. Что это за патч? Дивите, мне патч, как подогнали. Это, подогнал меня власник магазину Abrams. Рекомендую зайти, кто еще не был. Я, до речи, недавно зашел, придал свою очень крутую футболочку. Торгова марка называется Zero Foxtrot. Посмотрите, какой капитан Борода. Там очень много технического одежда, много амуниции, поэтому, кто хочет, залетайте. Я рекомендую от себя магазин Abrams. У нас скоро будут свои патчи. Покажу. Як взагалі до тебе ставлення в Грузии? До Легіону взагалі? Як брати-грузіони ставлюся? Взагалі, можливо, як влада ставиться? Цікаво просто. Если взять общество, народ, у нас практически 100% поддержка. Если взять коллаборантское правительство, которое на 100% прорусское, они к нам относятся негативно. Конечно, с 2014 года они пытаются нас дискредитировать, что-то подгадить, что-то подделать. Мы бандиты и так далее. То есть это продолжается уже давно. И параллельно этому вместе с Россией снимают документальные фильмы, где грузинский регион бандитам и так далее. Обычная российская пропаганда, если честно, это меня не удивляло, потому что я с этим столкнулся, когда был ещё ребёнком в 90-х годах. Хотя медиа не была так развита, но я чувствовал, как пытались дискредитировать ветерана в Абхазской войне. Есть, возможно, вещи, которые ты хочешь сказать украинцам и людям, которые смотрят, и військовым, и цивильным? Что сегодня вообще рекомендация? Рекомендация цивильным. Просто, возможно, человекам. Что бы ты порекомендовал им сегодня делать? Тим, кто не служит? Знаешь, что меня больше всего радовало? Я тебе объясню, что для меня разговор с украинцами. Мне нравилось видеть украинцев мотивированных тем, что приехали какие-то люди из другой страны, им помогают. Это очень многих мотивировало. Это мотивировало даже в траншеях людей. Ребята, которые были новые в этом вопросе, и они просто за нами шли. И для меня самого это была мотивация. Потому что я помню, когда я был ребенком, мы сказали, я даже не знал, кому идет речь, что приехали украинцы и сейчас мы победим. Вот этот момент я, в принципе, состыковал с тем, что происходило здесь и как нас воспринимали. И я хочу, чтобы каждый в Украине знал, что пока Украина не будет свободна, Грузинский регион остается здесь. Я думаю, что каждому человеку сегодня нужно быть максимально готовым. Я рекомендую, знаешь, хотя бы пройти тактичную медицину, чтобы разуметь, как у нас есть курсы. У вас есть тоже курсы. Мы приготовили до войны, и все думали, что почему-то грузины психанули, начали цивильных подготавливать. Ну реально так было, смотрели так у нас сумасшедше, потому что у нас в течение дня было куча людей, до 500 человек приходило в день, и мы их обучали. Это за три месяца, до 24 февраля. Вот интуитивно я почувствовал, что надо обычных людей, чтобы они понимали, что делать, понимаешь. И мы подготовили где-то до 10 тысяч человек в целом. У нас все еще есть курсы, но сейчас более такие профессиональные, не для цивильных, но есть и медицинские курсы, на которых можешь поучаствовать в принципе. Скажи мне, что кто-то, кто дивится нас сейчас, захочет приеднать до гражданского района. Куда им обратиться? Есть горячая линия. Мы поставим номер телефона. Мы поставим номер телефона. А я вам дам. После этого эфира я вам дам номер. Можно только обращаться должны понимать, что ребят должен быть с профессионализмом, с боевым опытом. Давай поговорим, да. Кто может? Кто может потрапать? Это люди, которые бывают боевые доски. Кто прошел, скажем, хотя бы несколько лет войны здесь. И которые имеют профессиональные навыки. То есть мы не можем прикреплять любителей к профессиональным. Ну, это тягар. А бывает самородки, вот прям такие, какие приходят и схлопливать. Несколько из них были. Почему мне понравились японцы? Они абсолютно без боевого или армейского даже опыта. Но они очень дисциплинированы. Они настолько хотят стать солдатами, что они за очень короткий период схопляют доски. То есть они просто эту информацию в себя это дело забирают. У нас просто в кино тоже есть такие люди. Вот иногда ты можешь актора найти на улице. Просто он не имеет обучения вообще. Но это просто саморода. Ты ставишь кадр. Он просто проживает круче, чем актор, который 5 лет учился. Я понимаю, что в военной справе тоже есть такие люди, по-любому, которые могут просто внутренне быть военными, но они просто еще не знали. Украинцы тоже, потому что украинцы мотивированы тем, что они защищают свое. И они быстро становятся бойцами, тех, которых даже не держал никогда оружие в руках. Крутяк, слушай, очень интересная разговор. Я рекомендую вам. На самом деле есть очень много. И в ютубе можно посмотреть еще про вас больше. И кому интересен Грузинский легион, кто хотел бы приединиться, приединиться. Бачите, это мотивирует. И, до речи, многим примером, многим, кто пытается звонить за кордон. Ребята, люди за кордону приезжают бороться за нашу страну. А вы маете такие думки, я думаю, ай-яй-яй.